Девушки отдыхают Потребуется немалое мужество, чтобы говорить правду в нашей еще не привыкшей к правде стране. Отечество наше, Родина наша давно уже знают эту правду, но вот страна и государство все еще ее не любят. Нам предстоит говорить правду, когда так легко лгать, когда ложь так навязчива и может быть даже необходима, когда за ложь дают награды и премии, а за правду сживают со света, когда ложью буквально пропитан воздух, когда тысячи томов самых достоверных воспоминаний наполнены ложью. Способны ли мы осилить правду? Не убояться ее? Представляем ли мы, к чему ведет критическая масса правды о нашей войне? Я этого не знаю. Обойдемся далее без громких слов и будем говорить с вами только о том, что было на самом деле. На самом деле. Ведь это до сих пор недоступное пространство нашей истории. Главной жертвой войны стала, конечно, правда. Зато пропаганда расцвела и захватила господствующие высоты. И до сих пор, окопавшись на безопасных высотах, пропагандисты и советские историки убивают тех, кто давно уже лежит в земле. Но война продолжается не только до тех пор, пока не похоронены павшие солдаты, но и до того времени, пока о них не сказана правда. Ложь с годами порождает еще большую ложь. Не надо нам дозированной партийной правды. Тот самый длинный день в году с его безоблачной погодой принес нам общую беду на всех, на все четыре года. Война такой вдавила след и стольких в землю положила, что тридцать лет и сорок лет живым не верится, что живы. А к мертвым, выправив билет, все едет кто-нибудь из близких, и время добавляет в списки еще кого-то, кого нет, и ставит, ставит обелиски. 22 июня. Самый длинный день в году. Восход солнца. 4 часа 44 минуты утра. Заход солнца. 22 часа 18 минут вечера. Долгота дня. 17 часов 34 минуты. Восход луны. В 2 часа 6 минут ночи. Заход луны. 14 часов 10 минут дня. В 3 часа 02 минуты неизвестные самолеты подошли с моря к главной базе Черноморского флота Севастополю. Их целью была бомбардировка кораблей и постановка мин на фарватерах. Одна из мин, сброшенных на парашютах, разорвалась на улице Щербака. Первыми жертвами еще до гибели хотя бы одного солдата стали три женщины. 12-летняя Леночка Соколова, ее мать Варвара Соколова, ее бабушка Александра Белова. Так началась для нас война. Такими были ее первые жертвы. В ночь на 22 июня солдаты и офицеры вермахта услышали декларацию Гитлера. Ранним утром по германскому радио послание фюрера зачитывал Геббельс. В нем говорилось о нарушении Москвы пакта о дружбе, о концентрации войск Красной Армии на границах с Германией, о стремлении большевистской России к господству в Европе. И вот, чтобы защитить европейский континент от нашествия варваров, он, Гитлер, решил сегодня передать судьбу государства и своего народа в руки своих солдат. Первыми вступили в войну самолеты Люфтваффе. Бомбардировочные эскадры направились бомбить базы советского флота. Но согласно приказу наркома ВМФ адмирала Кузнецова, флотские базы были затемнены и встретили немецкие самолеты зенитным огнем с берега из кораблей. Первый германский самолет был сбит на траверсии реки Бельбек под Севастополем и упал в море. На западных границах с первых минут немецкого наступления положение советских войск стало тяжелым. Во-первых, целыми и невредимыми вермакт захватил мосты через пограничные реки. Они не были даже заминированы, что сильно удивило немцев. Во-вторых, повсеместно отсутствовала проводная связь, которую вывели из строя немецкие диверсантки. Узлы связи были едва ли не главными объектами нападений в ночь начала германо-советской войны. В итоге большая часть советских войск не получила никаких внятных приказов. Действовать пришлось самостоятельно, проявлять инициативу и импровизировать. Но именно эти качества в Красной Армии подавлялись и заменялись большевистской идейностью. Героически сражались небольшие пограничные отряды. Но что они могли поделать против танков и штурмовой авиации? В 5 часов 30 минут утра нарком иностранных дел Вячеслав Молотов принял германского посла графа фон Шуленбурга по его просьбе. Война уже грохотала всеми немецкими артиллерийскими стволами, ревела авиационными моторами в небе. И посол до сего дня дружественной державы, связанной к тому же договором о дружбе и ненападении с Советским Союзом, чувствовал себя неловко и был краток. Ввиду нетерпимой угрозы, создавшейся для германской восточной границы вследствие массированной концентрации и подготовки всех вооруженных сил Красной Армии, германское правительство считает себя вынужденным немедленно принять военные контрмеры. Молотов, видимо, был ошеломлен или не совсем понял смысл ноты. И хотя уже знал о том, что Вермахт вторгся в пределы СССР, и его авиация бомбит советские города, наивно спросил Шулинбурга, что означает эта нота. Посол ответил, что, по его мнению, это начало войны. Известием о немецком нападении на Советскую Россию Муссолини был поднят с постели в своей летней резиденции. Раздраженный Дуччо тут же отдал приказ о немедленном объявлении Италии войны Советскому Союзу. В этот же день войну СССР объявила Румыния. Сталин, конечно, был потрясен, но не выбыл из строя, как впоследствии самозабвенно лгал Никита Сергеевич Хрущев. Никакой информации о том, что в действительности происходит на границах, не поступало. Руководство с чистой теорией по предложению Тимошенко в западные округа направили директиву номер два. В семь часов пятнадцать минут утра ее начали передавать в штабы военных округов. Приказ предполагал немедленный переход всеми силами в наступление и уничтожение прорвавшегося противника. Директива номер два носила ярко выраженный преступный характер, и там, где ей успели руководствоваться, войска понесли бессмысленные тяжелые потери. Под директивой стояли подписи Тимошенко, Маленкова и Жукова. Только в последнее десятилетие историки и исследователи начали обращать внимание на невыгодное расположение советских войск на западных границах Советского Союза в первые дни войны. Действительно, конфигурация советско-германской границы образовывала два колоссальных, условно говоря, балкона. Один из которых получил название Львовского в полосе Киевского особого военного округа, а второй Белостокского в полосе Западного особого военного округа. В этих балконах накапливались совершенно невиданные массы войск и техники. В Белостокском балконе они принадлежали к войскам 4-й, 3-й, 10-й и 13-й армий, а в Львовском балконе к войскам 6-й и 12-й армий. Действительно, ведь даже понятно школьнику, что достаточно просто подрезать эти балконы на флангах, как все вот эти массы техники и личного состава оказываются в жесточайших котлах. И тем не менее, благодаря какой-то злой воле, с каким-то тупым упрямством и настойчивостью, в последние предвоенные месяцы и недели в эти балконы загонялись целые дивизии и механизированные корпуса. Зачем? Почему это делалось? Однако попробуем поставить себя на место нападающей стороны. Представим себе, что эти огромные массы войск были предназначены для прыжка в Европу. Тогда эти балконы представляются нам в виде чрезвычайно выгодных трамплинов. Не забудем, что все советское военное планирование, начиная с осени 1940 года, строилось на идее нанесения внезапного удара по противнику. И эта идея, после проведенного в Генеральном штабе в январе 1941 года «Игр на картах», была закреплена и положена в основу стратегического развертывания советских вооруженных сил на Западе. Германские войска на западных границах СССР сосредоточились в трех группах армий. Группу армий «Север» под командованием генерал-фельдмаршала Риттера Вильгельма фон Лейба входили две полевые армии – 16-я и 18-я, и 4-я танковая группа. Группу армий «Север» поддерживал 1-й воздушный флот в составе 760 боевых самолетов. Основной задачей группы армий было уничтожение советских войск Прибалтики, наступление на Ленинград и Кронштадт. После захвата Балтийских портов должно было последовать уничтожение советского Балтийского флота. Группа армий «Центр» под командованием генерал-фельдмаршала Теодора фон Бока была самым мощным объединением вермахта. В ее состав входили 4-я и 9-я полевые армии, 2-я и 3-я танковые группы. Поддержку с воздуха осуществляли 1600 самолетов 2-го воздушного флота. Задачей группы армий «Центр» был разгром советских войск Белоруссии и наступление на московском направлении. Группа армий «Юг» под командованием генерал-фельдмаршала Герда фон Рунштета включала в себя 6-ю, 17-ю и 11-ю армии, 1-ю танковую группу, 3-ю и 4-ю румынские армии и венгерские части. С воздуха группу армий поддерживала около 1000 самолетов 4-го воздушного флота. Задача группы армий «Юг» – уничтожение войск противников Западной Украины и выход в район Киева. На территории Норвегии и Северной Финляндии была развернута отдельная армия Норвегия. Ею командовал генерал Николаус фон Фалькенхорст. Она стремилась захватить Мурманск, военно-морские базы Северного флота, перерезать Кировскую железную дорогу. Армию Норвегия поддерживал 5-й воздушный флот, 240 самолетов и 307 самолетов ВВС Финляндии. Советские войска западных военных округов были преобразованы во фронтовые управления. Прибалтийский особый округ стал Северо-Западным фронтом командующий генерал-полковник Федор Кузнецов. Западный особый округ – Западным фронтом командующий генерал-полковник Дмитрий Павлов. Киевский особый округ преобразован в Юго-Западный фронт под командованием генерал-полковника Михаила Кирпоноса. Северный фронт был образован на базе Ленинградского военного округа командующий генерал-полковник Маркьян Попов. 9-я особая армия Одесского военного округа была развернута в Южный фронт под командованием генерал-полковника Якова Черевиченко. Германия с союзниками могла 22 июня 1941 года использовать 4 миллиона 300 тысяч бойцов, солдат и офицеров, то Красная армия располагала количеством меньшим – 3 миллиона 200 тысяч. Сделаем здесь принципиальную оговорку. Речь идет о войсках только первого эшелона, которые были сосредоточены в пяти западных военных округах. Теперь посмотрим, как обстояло дело с военной техникой. Орудия и минометы. Германия располагала 42 тысячами единиц стволов. В Красной армии цифра была большей – 60 тысяч. Танки и штурмовые орудия. Германия – 4 тысячи, Красная армия – 15 с половиной тысяч. Ну и, наконец, авиационная техника – 4 тысячи 800 на стороне гитлеровского блока и 10 тысяч 700 в Красной армии, в ее военно-воздушных силах. Казалось бы, эти цифры должны укрепить нас во мнении, что в этом отношении Советский Союз в принципе не уступал гитлеровскому блоку, а по многим цифровым показателям существенно Германию и ее союзников превосходил. Но вот здесь приходится принимать во внимание и качественные характеристики вооруженных сил Германии и Советского Союза. И вот в этом отношении, как мне думается, Красная армия весьма существенно уступала Вермахту. Соотношение боевого опыта Красной армии и Вермахта совершенно определенно свидетельствует о преимуществе Германии. Есть все основания считать, что решимость Гитлера начать войну против Советского Союза опиралась на реальный расчет, на расчет на то, что боеспособность Вермахта существенно превосходит тогдашнюю боеспособность Красной армии. В результате потери управления войсками на всех уровнях, от Генштаба до дивизии, громадное количество боевой техники, особенно танки, не были использованы по прямому назначению. А против советской авиации Люфтваффе применили свой старый и эффективный прием – уничтожение самолетов противника на аэродромах. Значительная часть советских боевых машин была сожжена и разбита на земле. Причем в первую очередь немцы уничтожали самолеты новейших типов. А ведь эта боевая хитрость была хорошо известна по действиям гитлеровских летчиков в Польше и во Франции. Иначе как беспечностью нельзя назвать потерю в первый день войны более 1300 самолетов. Один Западный фронт лишился около 750 боевых машин. Но и этот трагический беспорядок первого дня войны показал, что легких побед у Вермахта не будет. 22 июня отмечено 8 воздушными таранами русских летчиков. Конечно, воздушный таран – это скорее акт отчаяния, силы духа, чем умение вести воздушную схватку с немецкими ассами. Но при наличии силы духа мастерство достигается быстрее. Морская авиация Черноморского флота совершила налет на румынский порт Констанца. В полудню воскресенья, 22 июня, громадная страна все еще не знала о начале большой войны. В 12.00 по программе Всесоюзного радио вместо оперной музыки советские люди услышали глухой, запинающийся голос Народного комиссара иностранных дел. Граждане и гражданки Советского Союза, Советское правительство... Выступление Молотова было, конечно, неудачным. Вся страна ждала, что выступит Сталин. Уже первые слова, произнесенные Молотовым, граждане и гражданки Советского Союза, Советское правительство и его глава, товарищ Сталин, поручили мне сделать следующее заявление. Производили впечатление партийно-канцелярской трибуны. Не смог Молотов обойтись и без классового марксистского подхода. Эта война навязана нам негерманским народом, негерманскими рабочими, крестьянами и интеллигенцией, страдания которых мы хорошо понимаем, а кликой кровожадных фашистских правителей Германии. Советским партийным начетчикам довольно скоро придется убедиться, что против них воюет именно немецкий народ в едином строю фронта и тыла и очень хорошо воюет. В заключении Молотов призвал от имени правительства граждан и гражданок еще теснее сплотить свои ряды вокруг партии и правительства и лично вокруг великого вождя Сталина. Последними словами наркома были «наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». Народу, измученному гражданской войной, бесправием и другими большевистскими мерзостями, предстояло решить, в какой степени наше дело правое в борьбе против нацизма. Прежде чем русский народ решит, что хрен редкий, не слаще, пройдет несколько месяцев безнадежной для советской России войны. В этот же день митрополит Сергий Строгородский напечатает собственноручно на машинке послание к пастырям и посомам Христовой Православной Церкви, в котором призовет народ на защиту Отечества и самосохранение. Жаль, что послание митрополита не зачитали в первый день войны по радио. Толку было бы больше. С первых часов этого воскресного дня начались две упорные обороны. На границе насмерть стояла часть гарнизона Брестской крепости, не успевшая выйти из нее. Сломить сопротивление защитников крепости немцам долго не удастся. Позднее захваченные донесения офицеров 45-й дивизии вермахта раскрывали неизвестные страницы героической борьбы в казематах крепости. Начальная битва, говорилось в трофейных документах, показала нам Красную армию. Наши потери доходили до 50%. ОГПУ и женский батальон защищали старую крепость в Бресте до последнего. Так мы узнали, что значит сражаться по русскому способу. Слова о женском батальоне являются изрядным преувеличением. В крепости сражались не успевшие уехать жены командиров, медсестры, связистки. Второй заметной обороной была защита 67-й стрелковой дивизии Северо-Западного фронта под командованием генерала-майора Дедаева и гарнизона военно-морской базы Лиепая, подступов к этому городу и порту. Первые атаки немцев были умело отражены с большими потерями для наступавших. В целом, в течение всего дня наибольшие успехи были достигнуты вермахтом на севере и в центре. Во второй половине дня в прорыв рванулись бронетанковые части вермахта. Советские командующие почти не имели сведения о положении своих войск. Поэтому их первые распоряжения грешили общими словами и выглядели нелепо. Например, командующий Западным фронтом в приказе 3-й и 10-й армиям рекомендовал поднять войска и действовать по-боевому. В обстановке полного информационного вакуума невозможно было принятие своевременных и верных решений. В воздухе беспрепятственно носилась гитлеровская авиация, с невероятной скоростью распространяли сложные слухи. Об истинном положении на фронтах не знали ни командующие фронтами, ни в Генеральном штабе, ни в Кремле. В донесении оперативного отдела немецкой группы армий «Центр» было отмечено следующее. Мосты нигде не разрушены, сопротивление противника слабое, противник на всех участках застигнут врасплох, население уходит на восток. В кабинете Сталина весь день присутствовали члены Политбюро, приезжали и уезжали военные руководители. Все заметно нервничали, не получая реальных сведений с действующих фронтов. Во второй половине дня Сталин по совету Берии и Ворошилова решил отправить в качестве специальных представителей на юго-западный фронт начальника генштаба Жукова, на западный фронт заместителей наркома обороны Шапошникова и Кулика. Да ничего в этот трагический день не зависело тогда от тех, кто заседал в Кремле. Ровным счетом ничего не зависело от всех этих Сталиных, Тимошенко, Кагановичей, Жуковых, Ворошиловых, Мехлесов и Молотовых. Решающим был голос и желание русского народа. Будет он воевать с Гитлером или нет? Наш гениальный философ Иван Александрович Ильин в Швейцарии сердцем почувствовал, что тогда было главным для будущего всего мира. С помощью Ильина мы сможем понять причины и трагических неудач начального периода войны и последующие победные годы. Муторно становится на душе, пишет Ильин, когда все это знаешь, читаешь, слушаешь последние призывы и речи большевиков. Свобода, честь, родина. Чьи уста произносят эти лозунги? В какой связи? С какой целью? И уже здесь видно, насколько напряженные и трагичны положения русского народа в этой войне. Жестоко в нем отзываются политические противоречия и каких огромных жертв и самоопределения требует от него государственное руководство, призывая его под советские знамена, отправляя на войну и смерть. В этот день гибельные и кровавые. От того, какую позицию займет русский народ, зависела и судьба России, и судьба Европы. Но рассматривая события 22 июня, ни один честный историк, мыслитель, психолог не смог бы ответить на этот вопрос. В случае войны, по словам Ильина, решающим будет национальный инстинкт самосохранения целого. Нападение Германии на Советский Союз вызвало всеобщее облегчение. Как бы ни расценивались шансы СССР выстоять, какой бы срок ему не отводили в этой борьбе, машина вермахта теперь надолго увязнет на бескрайних просторах России. В 21 час по радио выступил премьер-министр Уинстон Черчилль. На протяжении последних 25 лет никто не был таким упорным противником коммунизма, как я. Я не откажусь ни от одного слова, которое я когда-либо говорил о нем. Мне предстоит выступить с декларацией. Но можете ли вы сомневаться в том, какова будет наша политика? У нас есть лишь одна цель, лишь одно и единственное непоколебимое стремление. Мы твердо решили уничтожить Гитлера и все следы нацистского режима. Отсюда следует, что мы окажем России и русскому народу любую помощь, какую только сможем оказать. В 21 час 15 минут по настоянию Сталина и Тимошенко войска, ведущие неравные бои, в условиях полной автономности, при отсутствии какой-либо координации родов войск, твердого руководства, четких приказов, была передана директива номер 3 о контрударах. В ней говорилось о мощных концентрических ударах окружения и уничтожении прорвавшихся немецких войск. За подобную директиву в иных армиях могли бы привлечь к суду. В Кремле ее подписали Маленков, Тимошенко и Жуков. Жуков, впрочем, утверждал, что его подпись была поставлена, когда он уже отбыл на Юго-Западный фронт. В войсках эта директива вызвала резкие возражения, но командующие были вынуждены ее выполнять вместо планомерного отхода на тыловые оборонительные рубежи. К заходу Солнца в 22 часа 18 минут группы армии Север и Центр прорвали советскую оборону и продвинулись на глубину до 60 километров. В полосе наступления группы армии Юг особых успехов немцы в первый день войны не добились. Несоизмеримы были потери. Десятки тысяч погибших солдат, офицеров и мирных жителей Советского Союза против нескольких сотен немецких потерь. Древняя мудрость напоминает нам, что павшие на поле брани не проигрывают сражений. Субтитры создавал DimaTorzok